Немцы уничтожили человеческую судьбу, они убили всю родню, мать, отца, жену, детей. Вот эти вот какие-то, может быть, это и нелюди, да и скорее всего это так, потому что человек не может убивать, ну не может он этого делать, а вот нелюдь она может. Это называется войной, дают ордена, медали, лишь бы убивали. То есть пришло время к осознанию, нельзя так больше относиться, война, видите, война все спешит, ну это война. Вы знаете, пришли садисты и убийцы, и стали убивать. Это же не значит, что это вот война, значит, ну если ты нормальный человек, ты же не можешь убивать другого. Ну не можешь ты этого делать, это невозможно. А садист, он может это делать, ему это даже нравится. Поэтому тот, кто способен понять мои слова, тот, безусловно, поймет. Тот, кто не сможет понять мои слова, тот, безусловно, не поймет. И я понял, что те наши прошлые поколения, которые, например, одержали победу в Великой Отечественной войне, это великие люди, это люди, которые смогли переломить хребет всей фашистской Европе. Европа – это такая территория, где люди тоже самые обманутые, и они все время, значит, вот раньше нападали на Россию, на Русь, и все время хотели убивать. Но, вы знаете, пришло время, когда нужно всему человечеству задуматься о том, что убивать больше никого не надо, а нужно всем подумать о том, как бы нам, всем, может быть, не всем, но хотя бы какой-то части, уже бы как-то вот так сделать, чтобы не погибнуть. Потому что ветерок и наводнения вот эти вот, они сделают свои дела. Но я вам еще раз хочу сказать, что это все дело рук человеческих. Это не динозавры сделали, не инопланетяне, никто, это именно люди так творят. Такие вот свои беззакония, бандитский вот этот вот свой менталитет, какой-то бесчеловечный совершенно. Ну, в общем, вот так вот. Кто может это понимать, тот может понимать. Кто не может, значит, и не надо. Потому что вот покажут кошечку в интернете, и за одну минуту 100 миллионов просмотров кошечка. И это прекрасно. То есть, да кто вы? Может быть, вы и не люди, вы все. Ну, вот я так думаю, что каждый должен все-таки для себя сам решить, кто он есть. Если вы хотите, чтобы ваши дети и ваши внуки жили дальше, то давайте решать проблемы в том смысле, что надо экологию все-таки спасать. Ну, а если вы так не хотите, то, значит, и вопросов тогда никаких нету. А я песню пою для тех людей, которые меня смогут понять. И они такие же, как я. Таких людей, конечно, много. Но вы знаете, таких людей мало вообще. У нас в России живет миллионы, десятки миллионов людей, но то, чтобы деревья высаживать, таких людей несколько тысяч. Может быть, 100 тысяч, может быть, 200. Но ведь должно хотя бы быть 50 миллионов. Ну, это так. Нет, мы не будем высаживать деревья. Мы будем делать то, чтобы вот нам кто-то все дал, а мы делать ничего не будем. Но так пришло время, когда уже так не бывает. И не будет больше. То время прошло, оно закончилось. Приближается 21 сентября. Это день осеннего равноденствия. Это, безусловно, праздник. Но это космический праздник. Это не какой-то праздник такой вот, который придумали люди. Это космос, Вселенная и Земля. Все это связано, безусловно. Это все разумное. И существует как одно единое тело. Энергетическое, безусловно. Но и в то же время всегда есть плоть. Например, Земля – это плоть. Например, люди, воплощенные в телах. Есть еще другие понятия жизни и сферы жизни. И так далее, и так далее. Это все об этом говорить не нужно сегодня. Но нужно понимать. Что все-таки то, что происходит сегодня на Земле, например. Вот эти наводнения, ветра, пожары. Вы знаете, что будет только хуже. Не будет лучше. И все это благодаря людям. Спасибо вам большое за это. Мне очень жаль, безусловно, будущие поколения. Потому что, в принципе, жизнь человека не имеет никакого смысла, если будущие поколения погибают. То есть, зачем ты тогда живешь? Это для того, чтобы поесть побольше? Вот через фильмы. Вот эти вот актеры, режиссеры все время показывают нам, что нужно зарабатывать деньги, надо убивать людей, проливать кровь, грабить, ну и так далее. И вот это все приходит к людям, в их мозги, глупо, безусловно, благодаря вот этим общеобразовательным школам. Спасибо вам, школы, большое, учителя, конечно же. Хотя я вас, учителя, ни в чем не обвиняю, лично я. Я даже благодарен вам за многое. Но сегодняшнее понимание сути земной жизни людей, вот это образование, оно, безусловно, вредоносное. Отсюда вот весь лес хотят из Сибири перевезти в Китай, ну и так далее. Отсюда и пожары вот эти вот. Это же поджигает люди, это же не поджигает там молния. Это неправда, это ложь. Но никому дела до этого нету, никакого. Главное, что были деньги. А вы знаете, что скоро не будет даже воздуха в достаточном количестве и воды питьевой. И тогда будет всем плохо. Ну, наверное, надеетесь на Байкал, но вы же его сами загрязняете, ну и так далее. Я, конечно же, говорю тем людям, которые способны понимать мои слова, а другие это я ничего не говорю, им не нужно это понимать. Они пусть живут так, как они живут. С 21 сентября начнется совершенно другой период. Он уже, кстати, начался, он уже 10 лет как идет. Но здесь уже идет перелом, перелом в энергиях.